добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся на каравеле португалии уже финальная стадия я бы не сказал потому что наверное уже всем надоело это слово но у нас ремонт в принципе подходит концу потому что уже сегодня ребята потолки натягивают обратите внимание у нас есть один здесь маленький интересный момент мы сейчас с ребятами вот сделали вот такую штучку вот но вот эта ниша вот стоит вопрос сейчас закрывать или не закрывать мы сейчас записали такое небольшое видео для заказчика чтобы показать как примерно это будет выглядеть дальше мы как раз сейчас вот этот фрагментик обсудим если все будет хорошо значит все будет хорошо значит примем хорошее решение вот либо оставляем так либо заказываем у бибельщиков и делаем квадрат в принципе эстетичнее будет квадрат простой ровный вот но в принципе если мы углубляемся в эту часть то получается у нас очень много хорошо вот здесь свободного места остается много для всяких декоративных штучек так здесь у нас в принципе все все есть все видно везде так я понимаю будут парящие потолки как он будет смотреться красивенько стены у нас все уже покрашены сейчас еще хотел бы знаете что сказать по поводу того что мы убрали пленку очень много знаете неоднозначных да или нет стоит ли оставлять пленку или стоит ли убирать пленку так вот когда мы делали чистовой пленку все убрали но приходят ребята там и начинают на мусоре то есть примерно вот так это выглядит но знаете в чем суть мы когда пленку сняли мы посмотрели сразу сколы наличие то есть и так далее то есть и когда сейчас финальная стадия проходит мы сейчас сразу можем увидеть падал ли там молоток или пассатижи или все косяки которые есть и мы их еще можем исправить поэтому на финальной стадии конечно же мы уже все это убираем для того чтобы видеть уже как каждую и когда моется 20 раз все пылесосится мы уже будем видеть и мы после каждого кто заходит неважно кто это мебельщики потолочники маляры мы после каждого теперь можем видеть что если что-то произошло то мы знаем кто нашкодил то есть это очень важно по крайней мере для меня пойдемте пойдемте сейчас покажем дверь которая набрала 6000 просмотров вот некоторые люди там спрашивали что нельзя было там сделать по-другому конечно нельзя вы посмотрите просто какая это дверка вот как она работает тут еще доводчик есть сюжет об она доводчик работает в обе стороны конечно же дверка такая стоит не дешево и чтобы сделать вот такую картину у нас был как раз один маленький сюжет как выглядит дверь которая заезжает обратно монтаж такой двери стоит около 20000 поэтому друзья имейте ввиду что это не дешево вот ну давайте зайдем в спальню к сожалению как я хотел кляксы не будет очень я надеялся что она будет но переиграли сейчас уже установлены базы на мой взгляд конечно будет ярко но знаете количество бас не играет на свет потому что лампочки можно поставить немножко потусклее и будет принципе в общем очень неплохой свет так ну здесь у нас три светильника здесь у нас получаются прямой телевизор здесь стройка здесь у нас небольшие подсветки брашки какие-то и кондиционер наверно дальше потолочники наши доделают свою работу напылят и потом уже мы начнем делать уже максимальную уборку вымывать каждую каждую пылинку дальше уже будет расстановка мебели так что ремонтом у нас под ключ не закончится дальше мы начинаем делать квартиру под ключ поэтому имейте ввиду что такие у нас функции есть дальше будем уже показывать как делается квартира под ключ они ремонт под ключ так что не путайте эти два разных понятия думаю на этом все ждите уже красивое видео без вот этого всего и уже на стадии когда ремонт закончился и мы занимаемся уже благоустройством квартиры звоните пишите всего доброго пока пока